сейчас я покажу как выглядит улица я второй день пост потратил ни цента там конечно много всяких всяких разных личностей в том числе через дверь сейчас идем вечером по самим пригород бостон и мой друг с обещал кормить бесплатно в бразильском кафе в бразильском ресторане посмотрим что у нас получится такой тихий уютный городок типичный такой в среднеамериканский пригороде бостон повторюсь мне прям очень нравится в том что здесь более тихо более спокойно ну а очень хорошо это хорошо это хорошо? хорошо 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 Спасибо. Нет, это. Это для здесь. Это для здесь. Для здесь? Да. Да. Как вы любите? Жусь? Что жусь вы любите? Оранжи. Бразилийский фрукт. Бразилийский фрукт. Как вы любите? Бразилийский фрукт. Это хорошо. Спасибо. 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 Итак, все, ночью посты не прошло отлично. Точнее, в пригороде, в городке Саммерби. Отправляемся дальше. Сейчас мой хост Хосе обещал показать что-то интересное. По-моему, Гарвард. Да, это мое лежбище сегодня. Ну, это типа как коммуналки, короче, у нас в России. Сейчас я покажу, как выглядит улица. Такие тут домики в Саммервилле. Улица как кино. Домики как кино. Все прикольно. Ха-ха-ха. Итак, я сейчас в Бостоне. И друг меня привез показать Гарвард. Смотрите сами. Здесь красиво. Только что были на территории Гарвардского университета в Бостоне. Вот эти стены ведут, так скажем, его. Вход там свободный, мы там гуляли. Вот сейчас можем сюда зайти. Ну, это местная доска объявлений студенческая. Может какие-нибудь вечеринки проводятся. И вот эта большая библиотека. Огромнейший библиотек. Ну, тут как бы все, и такой комплекс идет на территории. Если бы не мой друг, я бы не знаю, где бы я это посмотрел. Вот. Ему за это большое спасибо. Он меня вчера... Да вообще, короче. Я второй день после потратил не центов. Вчера он, собственно, меня кормил. И, пожалуйста, и воды, и сок. Все, что хочешь. Пробовали бразильскую кухню. Он сам из Бразилии родом жил в разных странах. В странах мира. Вот Канада, Америка, Бразилия и что-то еще. В Америке уже во многих штатах жил. Понравился Бостон. Мне просто Бостон тоже понравился. Очень чистый воздух, много зелени. Напоминает немножко что-то наше, российское. Ну, территория, комплекс огромный. Очень красиво. Переночевал вообще тоже отлично. У него в комнате, то есть там его как бы кровать. И еще там снизу, например, на матрасе спал. А еще главное тепло. Интернет есть. Душ есть. Все есть. Когда вы будете искать на каучсерфинге хостов, у кого оставаться хозяина, то есть читайте их отзывы, смотрите аккаунты. Там, конечно, много всяких, всяких разных личностей, в том числе и геев, и нудистов, и кого угодно. Но, в целом, в принципе, если отзывы положительные, то я думаю, вам бояться нечего. Просто, допустим, он, как правило, ваш человек предупреждает, что я такой-то. Ты говоришь, ну, если ты с этим соглашаешься, окей, это нормально, это твое дело. Ну, типа, я, там, люблю девочек. И все, короче. Если вы друг друга поняли, то проблем вообще никаких быть не должно. И не важно там, как говорится, какой национальности раться и какой идеологии он придерживается, и тихон сексуальных меньшин. Ну, а если вы чего-то боитесь, то лучше вообще никуда не двигаться. Тогда вы просто не увидите того, чего вижу сейчас я. Сзади меня большая столоба для студентов. Только что мы туда так заглянули. Через дверь сходить не надо. Там написано, что только с определенным студенческим билетом. Больше похоже на церковь. Но, может, там это здание переходит в церковь. Короче, так очень интересно. Все это еще, оказывается, продолжается Гарвард. Я думал, что это уже не Гарвард, а не это все. Огромный комплекс, короче. Прикольно. Благодаря такому программе, как Орел и Решка, я знаю, что в Бостоне можно спать где угодно. То есть в центральном парке, пожалуйста, на улице. У вас никто не прогонит, никакая полиция. То есть здесь такой закон. Слава Богу, что в Бостоне мне было где ночевать. Но просто имею к тому, что в любом городе полно бездомных. Ну, здесь они как-то себя, видимо, нормально чувствуют. Длинные ельки тоже как бы много я видел. Просто там, наверное, с ночлегом на улице все влог. Потому что там центральный парк закрыт. Там сейчас ночью комнату 6. То есть там находиться как бы нельзя. Вот так. Ребят, оказывается, тут проходит в Бостоне китайская вечеринка. Ну, короче, что-то не знаю, что они встречаются. Может продают какие-то товары. Потому что куча палаток просто, куча. Там сцена стоит. Ну, короче, и куча, куча китайцев. А я еще иду по парку. И думаю, блин, а что есть так много китайцев? Так что здесь много наций, много всяких разных людей со всего мира. Азианский день в Америке, там в центре острова. Эмоциональные песни, танцы, встречи друзей. Как это сцена по мата, наверное, dropdown и tale. Субтитры сделал DimaTorzok